Цель имеется на макушлар. О каких добрых словах в нем говорится? Почему такие слова называют вежливыми? Добрые слова. Добрые слова. Не лень. Повторять нам трижды в день. Только выйдем за ворота. Всем идущим на работу. Кузнецу, врачу, ткачу. С добрым утром мы кричим. Добрый день, кричим мы вслед. Всем идущим на обед. Добрый вечер. Так встречаем всех домой, спещащих к чаю. Вежливые слова. Один. Сюзер. О каких добрых словах в нем говорится? Добрые слова. С их отворения. С добрым утром. Добрый день. Добрый вечер. Объясни, зачем нужны вежливые слова. Можно ли без них обойтись? Вспомни и назови вежливые слова и выражения, которые не встретились в стихотворении. Расскажи, часто ли ты их используешь. Прочитай, найди и запиши предложение. Вежливые слова называются так, потому что они показывают хорошее воспитание и уважение к собеседнику. Вежливые слова помогают расположить к себе людей, ведь с вежливым и обходительным человеком приятно общаться. Также вежливые слова могут поднять настроение близким и любимым людям. Нужно стараться чаще говорить вежливые слова, ведь это ключ к успеху. Я часто использую вежливые слова, когда встречаю и провожаю человека, а также когда прошу что-либо. Предложение вежливости без ключа ворота открывает. Задание второе. Выберите слова, необходимые для того, чтобы поздороваться и попрощаться с мамой, дедушкой, учителем, другом. Называйте того, к кому обращаетесь. Здравствуй, здравствуйте, доброе утро, добрый день, добрый вечер, свидание, до встречи. Доброе утро, мама. Здравствуй, папа. Добрый день, бабушка. Здравствуйте, дедушка. Пока. Упражнение третье. Работа в группах. Подбери, подберите нужные варианты вежливых слов приветствия и прощания в каждой картинке. Поделитесь своей работой с другими группами. До свидания, сау-голмас. Привет, салем. Спокойной ночи. Хайрлоке. Хайрлоте. Упражнение четвертое. Прочитай, вставь слова благодарности от диалог ребят. Марат, спасибо за интересную книгу. Да, она мне тоже нравится. Благодарю тебя, Айгуль, за помощь. Давай вместе заниматься, Дина. Задание пятое. Опиши ситуацию, которая изображена на картинке. Какие вежливые слова могут использоваться в диалоге мальчика и бабушка? На картинке мальчик вступает место в автобусе бабушки. Вежливые слова, которые могут быть использованы здесь. Садитесь, бабушка, пожалуйста. Спасибо большое. Благодарю. Продолжение номер шесть. Запиши главные слова урока в тетради. Благодарю. Извини. До встречи, пожалуйста. Спасибо. Ребята, урок окончен. До свидания.